всем привет наш дом почти готов я в новом цвете я знаю немножко непривычно мне непривычно моему мужу тем более непривычно но на видео очень неплохо даже смотрится и на фотографиях в жизни ткань много какая-то рыжеватая но ничего страшного не сложно перекраситься в темный раз плюнуть перекраситься потом обратно в темный цвет поэтому я пока хочу так походить дуанчик закончили обшивку дома сэндвич панелями обшили наконец крышу в общем и весь его обшили сэндвич панелями и крышу тоже мы обшили сэндвич панелями крыша получилась очень прочная такая классная крыша я такую крышу никогда если честно не видела мы все делали своими руками хочу вам сказать еще одну новость мы улетаем в субботу в грецию нам дали шенгенскую визу кстати визу получить через греческое посольство гораздо проще шенгенскую чем наверное через остальные не знаю но нам дали сразу долго выбирали куда нам поехать не знали отдохнуть на 10 дней или на чуть побольше не знаю это дальше как получится в греции мы будем дней десять мы долго выбирали страну куда поехать остановились на греции потому что никогда я там не была муж никогда там не был и я всю жизнь мечтала посетить грецию обожаю грецию по фильмам по отзывам по оливкам в общем по красоте греции конечно по картинкам я уже жду не дождусь когда мы туда полетим вот в субботу улетает прямой рейс кстати из алматы в грецию это очень удобно вот я буду для вас там снимать влоги чуть ли не каждый день я прям хочу 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 для вас снимать потому что вокруг будет красота а я люблю когда вокруг красота и снимать для вас красивые видео цены сейчас греции очень хорошие я просто уже жду с нетерпением нашего полета нашего путешествия может быть кто-нибудь знает что можно посетить халкидиках потихоньку готовлюсь покрасила волосы сделала маникюр взяла педикюр чем не подсказали что если затонировать темнее корни может еще лучше смотреться окрашивание я уже хотела вчера купить самокраску сама себя затонировать с плавным переходом и типа там амбре но потом меня отговорили сказали женя походи пока так просто походи привык не надоест любой момент может перекрасить вот они наши болтики которые стягивают контейнера вова заказывала в китае и вот наконец-то нам их доставили как называть эти болтики это когда этот контейнера отправляют кораблем там на корабле их вот так стягивают потому что когда шторм контейнера в разные стороны болтаются а эти фикинги фикинги наверное не знаю точно не знаю как назвать Сара это моя посылка здесь очень красивые наряды это мои игрушки повязка кстати это стопроцентная натуральная ткань и краски тоже натуральные в общем это все ручная работа вот стопроцентный органический хлопок ручная стирка не более 30 градусов это у нас в Казахстане девушка занимается детской одеждой пошивом очень очень красиво и качественно все это выполнено вот такая повязочка и платьюшка вообще шикарно повязка вот еще одна это стон это шарфик наверное это шапочка и косонок и и и и и вот еще платьюшко такое очень красиво это такой шарф тебе я не могла с вами не поделиться такой новостью я буквально заказала на сайте шоп боб вещи там разные есть вещи из сша и из европы и я не могу не передать свой восторг во-первых потому что вещи доставили за 3 или за 4 дня и доставка совершенно бесплатная по всему миру если вы заказываете товары выше 100 долларов где чел там вещи из сша и из европы и все оригинал и не подделка потому что можете не переживать так что я сейчас приеду домой покажу что я там по на заказу вот она посылка про которую вам рассказывала давайте начну с вот таких балеток йоси самра это очень компактные балетки которые складываются в мешочек они у меня такого змеиного оттенка под змею может быть это кожа что-то я не помню но на них была скидка очень хорошая и я их купила потому что они компактные удобно перевозить с собой ссылки на все эти вещи я оставлю под видео и на этот сайт потому что на самом деле там столько всего интересного я там увидела джинсы от Виктории Бекка и просто в них влюбилась но они очень дорогие поэтому я решила подождать и затем это у нас фирма Jeremy Campbell Shoes а я влюбилась в эти ботинки они вот весенние и летние и на них была огромная просто скидка деревянный каблук и это по моему замша здесь такой видите эффект потертости старины но они смотрятся такие знаете очень круто на ноге как в американском стиле комбойские и ну под джинсы конечно здорово их носить вот они мне как раз и подъем подошел и по длине подошли а затем я заказала себе маленький кошелечек потому что большой кошелек неудобно носить в каком-нибудь клатч или в маленькой сумке это Ребека Минков кошелек тоже в принципе не дорогой но зато компактный можно какие-нибудь купюры мелкие сюда положить копеечки все закрывается и вот такой даже есть кармашек мне понравился кошелечек такой еще цвет розовый знаете бледно-розовый мне понравился вот еще я заказала себе чехол для нижнего белья это вот такая сумка из стопроцентного хлопка для нижнего белья сюда можно складывать нижнее белье и перевозить с собой там были разные сумки и для наушников и для чего там обуви для какой-то одежды в общем я выбрала пока начну для пакета с нижнего белья для купальников ну так прикольно с собой перевозить вот я и собираю чемоданы в Грецию в этот раз я не стала много брать с собой одежды по минимуму потому что если вдруг мы будем путешествовать по Европе то не хочется таскать с собой большой чемоданчик вот и через два часа у нас вылет надеюсь мы долетим хорошо нас уверяли что греческие авиалинии очень классные приветственные теплые что там хорошие стюардессы что разливают греческое вино на борту ну в общем я уже говорю я вся в предвкушении я набрала здесь полный чемодан еще конечно кое-что хочу взять но я все толкаю и толкаю и толкаю кстати вот мы помазали его йодом и наши друзья с любезностью согласились взять с собой к себе котенка потому что мы не можем его взять с собой и в общем некуда нам его оставить многие почему-то стали возмущаться что вот мы его отдаем типа вы его взяли ну извините он во первых чуть под камаз не попал он был абсолютно дикий один голодный весь в шах на нем живого места не было на нем были вши вокруг мы его откормили за это время полтора уже по моему месяца прошло он поправился вырос котенок просто вот у него иногда чешется вот здесь на голове я мажу немножко йодом с водой разбавляю но потом это все смоется он как индианка у нас вот и мы сейчас его временно оставим друзьям слава богу нашли почему-то никто не согласился взять его ребят но это лучше чем бросить котенка абсолютно маленького он туда по моему родился только как две недели одного да лучше взять его приютить покормить откормить тем более если у меня есть аудитория такая большая конечно найдется какой-нибудь желающий взять его к себе домой и что за бред что вы там пишите подумайте немножко а потом пишите вот так что все мы улетаем пока пока скажи пока пока встретимся в греции пока 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 и